В совещании актива района сегодня обсудило два основных вопроса. Первый – это отчет районного отдела внутренних дел МВД об итогах работы за 9 месяцев текущего года и о выполнении плана работы по сбору налогов главами муниципальных поселений. Вел в совещании глава муниципального образования Хасовертовский район Джамбулат Шапеевич Салавов. Начальник полиции Хасовертовского района Расул Оливекович Хидербеков остановился в своем отчете на основных моментах работы отделов районного отдела внутренних дел. Саламу алейкум, добрый день. Уважаемые коллеги, сегодня у нас в повестке дня два вопроса. Первый вопрос – отчет об итогах работы отдела МВД по Салавовскому району в рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан, безопасный Дагестан за 9 месяцев 2014 года. И второй вопрос – о ходе выполнения плана по сбору мест в муниципальных поселений. Ну это обычный наш вопрос, второй вопрос. Доклад по первому вопросу. Начальник отдела Артеменко Лунардовича находится в Моздоке на совещании. Докладом выступит начальник полиции Хидербеков Расул Оливекович. Пожалуйста. Уважаемые президенты, уважаемые участники совещания. Докладывает начальник полиции Хосеевского отдела, подпоконник полиции Хидербекова. За 9 месяцев 2014 года в отделе МВД по Салавовскому району проделан определенный объем работы по стабилизации оперативной установки и усилению защиты права и интересов граждан от преступных постигательств. За 9 месяцев положительным результатом проделанной работы можно отметить снижение зарегистрированных преступлений на 22,8%, общее количество которых составило 233 преступления против 302. Также наблюдается снижение таких видов преступлений, как умышленных убийств, с покушением на 60%, совершенных всего за истекший период 8 против 10. Доссягательность на жизнь сотрудников на 58,8%. Зарегистрировано 7 случаев против 17. Умышленное причинение тяжких телесных повреждений на 16,7%. Совершено 5 против 6. Краж на 34,5%. Совершено 19 против 29. Хищение администрального оружия на 300%. 0 против 3. Хулиганс на 100%. 0 против 1. Грабежей на 88,9%. Совершено 1 грабеж против 9. Разбоев на 79,7%. 3 против 11. Преступление совершено с применением магистральных оружий на 54,8%. Совершено 14 против 31. Вымогательство на 75%. Совершено 1 против 4. Дорожно-транспортное, проведившись со смертельным исходом на 16,7%. Совершено 5 против 6. Наблюдается снижение числа зарегистрированных тяжких, особо тяжких преступлений на 27,6%. Совершено 97 против 134. Преступление общего направленности на 15,6%. Совершено 208 против 277. Общая раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом немного снизилась на 6,2%. Составило 83,3% против 89,5%. По республике этот процент составляет 80,8%. Всего раскрыто 229 преступлений против 187. Это аналогичный период прошлого года. Тяжких ее видов раскрыто 102 против 55. Раскрываемость составила 82,3%. Общая уголовная направленность раскрыто 201 преступлений против 166. Раскрываемость составила 82,8%. Против 88,8%. По республике этот процент составляет 79,6%. Также следует отметить, что допущен рост тяжких преступлений, как похищение людей на 100%, 2 против 1. Изнасилование на 100%, 1 против 0. Угон автотранспорта на 200%, 3 против 1. Поджогов на 100%, 2 против 1. Улучшено выявляемость преступлений по статье 222. Это незаконное хранение оружия, боеприпасов. На 16,6%. Зарегистрировано 49 против 42. По статье 228 незаконное приобретение и хранение наркотических средств на 7,7%. Зарегистрировано 14 против 13. Мошенничество на 300%. Выявлено 12 фактов мошенничества против 3. По статье 208 незаконное создание вооруженного формирования и участие в них на 61,1%. Зарегистрировано 29 против 18. Раскрытое преступление прошлых лет 4 против 1. Потребительский рынок выявляемость улучшена. Выявлено 12 преступлений против 8. В рамках проводимых операций изъято определенное количество наркотических средств. Несмотря на принимаемые меры остались нераскрытыми 46 преступлений. За аналогичный перевод эта цифра составляет 22. Тяжких я видел 22. За аналогичный перевод 9. Из них по статье 208.3 умышленных убийств с покушением 3. Постегательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов 3. Тяжких интересных повреждений 1. Кража 7. Грабежей 1. Разбой и нападение 1. Поджог 1. Статья 222. Незаконное хранение оружия 16. Угон автотранспорта 3. Совершенно с применением администрального оружия 10. Давая оценку работе РОВД Хосельдовского района, Джамбла Чапич Салалов отметил, что взаимодействие правоохранительных органов и администрации Хосельдовского района имеет хороший результат, в том числе и в плане разъяснительной работы, особенно среди молодежи. В целом работа отдела нашего Министерства внутреннего дела по Салаловскому району, она считается одной из лучших в республике Дагестан. И неоднократно она подчеркивается и министром внутреннего дела, и на всех. Очень недавно была коллегия по итогам 9 месяцев, там тоже была обозначена, что у нас проводится огромная работа. То, что касается общественно-политической ситуации и идеологии, чем мы занимаемся в последнее время, мы всегда берем по результатам тех, как у нас уже принято использовать формулировку, ушедших, как говорится, в лес. Ну, у нас за прошедший год, за 13-й год было у нас 14 человек, за 12-й год было 24 человека, а вот за текущий год, конечно, за 9 месяцев у нас один человек, это житель села Октябрьское. Это все идет в рамках идеологии экстремизма и терроризма. Это совместная наша общая работа с целиком, со всем правоохранительным блоком, совместно с местной властью, с администрацией района. Это вот основная наша работа. И то, что вот докладывал начальник полиции, те результаты, там, нейтрализованные, уничтоженные, это, конечно, за истекшие годы, которые, так называемые, которые были лесочлены незаконно важного формирования, они были нейтрализованы. И на сегодняшний день, прекрасно вы сами чувствуете, видите, каждый день у нас села обратно нормальная жизнь в наши села вернулась. Особенно у нас были самые такие горячие точки, это постоянно у нас была Лизнаваска-Сетли и Мацаловская зона. В те времена, когда наши жители не могли даже в темное время выйти на улицу, где-то как-то непонятно, кто чем занимался, спокойно передвигались. Но на сегодняшний день этого нет. Это все, конечно, благодаря совместной работе правоохранительного блока с нашими поселениями, с главами поселений, с имамами наших мечетей. И поэтому результаты этого года берем из этого. И то, что докладывал начальник полиции, конечно, это на самом деле так. И думаю, что в дальнейшем тоже все будем вместе вот так же и поддерживать правоохранительного блока, и они будут в рамках реализации проекта «Безопасный Дагестан». Особенное внимание на совещание глава района Джабланд Шапич Салавов придал и второму вопросу собираемости налогов, подчеркнув при этом, что многие главы сельских поселений осознали важность своей роли в этом вопросе и активно подключились к этой работе. Полную версию совещания «Актива» мы покажем завтра на ТВ «Этаж» в вечернем эфире.